С 1 июня в России с прилавков могут исчезнуть средства для мытья посуды, крема и влажные салфетки. Вступают в силу поправки в так называемый алкогольный закон. Порог содержания спирта в бытовой химии и косметике снижают с полутора до половины процента. И для производства и продажи такой продукции нужно будет получать лицензию. Игроки рынка бьют тревогу. Потери отрасли от поправок оцениваются в 2,5 миллиона рублей на одну компанию. Ассоциация производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены просит повременить с изменениями и дать официальные разъяснения по поводу оборота продукции, произведенной или импортированной до 1 июня этого года. По словам представителя вице-премьера Александра Хлопунина, до вступления в силу поправок Росалкогольрегулирование подготовит конкретный перечень товаров, которые выведут из-под действия закона. Производители готовятся к коллапсу. Не у всех компаний есть статистика по содержанию спирта в таких малых долях. Производителям придется менять свой ассортимент, пересматривать рецептуру и переоформлять этикетки. Все это займет по меньшей мере несколько месяцев, в течение которых некоторые виды товаров могут просто исчезнуть с прилавков. Сети предупредили контрагентов о возможных проблемах с ассортиментом. Похожая ситуация произошла с парфюмерией в 2006 году, когда почти четверть всей парфюмерной косметической продукции признали спиртосодержащей. Тогда производителям пришлось в срочном порядке покупать аппаратуру для ЕГАИС и получать лицензию на торговлю. В результате к октябрю только 10% оптовиков соответствовали требованиям закона. Рынок встал и государству в срочном порядке пришлось выводить парфюмерию из-под действия ЕГАИС. В студии РБК в Санкт-Петербурге в отеле Кимпинске «Мойка-22» эксперт постоянной комиссии по промышленности, экономике и собственности ЗАГС Собрания Петербурга Максим Черниговский. Максим Зинович, добрый день. Здравствуйте, Наталья. На ваш взгляд, есть у этих поправок в алкогольный закон какая-либо цель, кроме привлечения дополнительных сборов? Как раз что касается дополнительных сборов, их практически не будет. У меня очень двоякое отношение к данной законодательной инициативе. С одной стороны, вы понимаете, ни к чему существенному с точки зрения снижения уровня алкоголизации нашего общества данный закон не приведет. Почему? Потому что, ну, одна цифра, оборот водки в России годовой 8 миллиардов долларов, а оборот, то есть самая продукция, о которой идет речь, да, 250 миллионов, то есть это меньше 3%. Это с одной стороны. А с другой стороны, Россия единственная страна в мире, где, в принципе, употребляют в таком количестве такого рода спиртовые жидкости хозяйственного значения. Приведу только один пример. 50% автомобильного транспорта в Бразилии используют для движения технический спирт, но никто в Бразилии не пьет данную продукцию. У нас же на сегодняшний день примерно треть вообще всего оборота – это нелегальный рынок, это рынок лекарственных средств, произведенный на основе этилового спирта, и вот те самые химические жидкости, которые вот тоже выпиваются в Российской Федерации. По словам Хлопонина, Росалкогольрегулирование подготовит конкретный перечень товаров, которые могут вывести из-под действия закона. Как вы думаете, о каких категориях может идти речь, и какие товары точно попадут под действие закона? Ну, я думаю, что, например, целый ряд кремов, где тоже существует определенное содержание спирта, надо уводить из-под действия данного закона. Я шел на вашу передачу, зашел в аптеку, и хочу просто показать, да, купил настойки боярышника и пустырника по 15 рублей, 25 миллиграмм, 70% содержания этилового спирта, да. Опять-таки, можно ли говорить о целесообразности тех или иных законодательных мероприятий, когда у нас в свободном режиме продается в аптеках в любое время для граждан любых возрастов вот такого рода продукция? Я думаю, что, конечно, список освобождающий производителей, в том числе парфюмерной продукции, надо максимально расширять. Вот, я уверен в том, что до 1 июня данное решение будет принято, Росалкогольрегулирование. Такой вообще список существует в Российской Федерации, куда попал там тот же квас, кефир и целый ряд других продуктовых и непродуктовых товаров. Подтвердятся ли опасения, что некоторые товары исчезнут с прилавков магазинов? Можем ли мы столкнуться с дефицитом бытовой химии и косметики? Я думаю, что вероятность такая существует, потому что вы совершенно правильно заметили, в 2006 году был полный коллапс. Я надеюсь, что все-таки власть оперативно сможет принять необходимые постановления. Здесь основная нагрузка, конечно, падает на Росалкогольрегулирование. Но, как я сказал выше, вероятность такого рода дефицитного момента в Российской Федерации существует. А какие убытки могут понести игроки отрасли? Некоторые эксперты дают оценку почти в полтора миллиарда рублей только для одной товарной категории жидких средств для стирки. Какие потери могут быть в целом? Я уже сказал, что оборот такого рода продукции, если говорить о бытовой химии, в первую очередь, это 250 миллионов долларов. Это годовой оборот. Я думаю, что в течение месяца-двух вопрос будет решен. Так что, если и можно говорить о каких-то потерях, я не думаю, что они будут больше 30-50 миллионов в объеме всего рынка. А что делать ритейлерам, которые уже закупили продукцию с процентным содержанием этилового спирта более полупроцента? Они будут возвращать свою продукцию. Проблема заключается в том, что начиная с 1 июня они возвращать не имеют права. Почему? Потому что данную продукцию нельзя будет не только реализовывать, ее нельзя будет даже и транспортировать на склады производителей. Почему сейчас представители розничных сетей изобили тревогу. Хотя в то же самое время, понимаете, уже с 2012 года было понятно, что ужесточение в законодательстве о алкогольном будет. Целый ряд производителей, ну скажем так, учли эти моменты и поменяли рецептуру своей продукции. Почему это не сделали все? Ну, для меня, в общем-то, это загадка. Но опять, знаете, это российская авось. Большое спасибо в студии РБК в Санкт-Петербурге в отеле Кемпинский «Мойка-22». Был эксперт постоянной комиссии по промышленности, экономике и собственности ЗАГС Собрания Санкт-Петербурга Максим Черниговский.